Утром, субботом, продалом. Уже никого нет. Все здесь. Конечно, идет автобус, там то другое. Вот. Остальное это все ушло. О крещении я даже не знаю. Говорил или нет. Так. Давайте познакомьтесь. Как бывает помещать. Садитесь. Садитесь. А, Сергей. Сергей, да. Вот так. Олег Николаевич. Вот такие есть Сергей Николаевич. Дело в том, что вот когда начинают называть. Бабушка такая, дедушка. Вот в Германии называют ее. Бабка, детка. И в Англии прицепится до 12 имен за день. То есть это Мария, Анна, Метрофора. Вот все-все соберут. Будьте аккуратны, чтобы нигде ногой не шире. Дело в том, что Бог дает одно имя. Иногда меняет перемены жизни. По-русски тут как будто не был Абрам. А. И вдруг Абрам. Ну еще. Ну две буквы еще меняют. Меняют очень много. Абрам означает странник, пришлец, бомж. Никого у тебя родни нету, ничего. Ну ладно. А теперь Абрам. А по их это означает отец множество. Никого не было. Теперь у меня детей как взрослый небе. Одна буква. Вот понимаешь, одна буква. Та же самая. Ну и одно имя понеснее ему понятно, что было. И должны быть внимательны. Мое имя. Что это означает. Через кого первый раз назвали. Почему? И это должен знать. Я одно время вел три радиопрограммы по ГТРК. Регулярно. Одна была онлайн называем. Непосредственно. Примерно. Часовая воскресная передача. Я их брал. Но темы были много. Там у меня 123 темы были только. Но эта зависть буквально съела. На выход. Дрог на пись. Которая освещение. Ну уж родитель. Потому что я беру освещение. Дрог на спасение. Не знает человек. Ну он отрывает на занятия. Для занятия одновременно. Примерно. Такая вот работа была. К новым ей обращалась. Я говорила крещение неправильно. Ничего не добавляли. А люди звонили к церкви. Телефон оденет. Крам один был. Ну ладно. Как каплю. Воды освещает. Слюняет. 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 Почему мочойка не освещает. Тоже в человеке. Песком крестить. Безумие. И они тогда навалились на меня. Пищать. И вот есть книги. Для Слова Божьего не пуст. А все. Тоже такой. Газета центральная наша. Алтайская. Губернская. И она это публиковала. А потом московские там студенты. Писатели. Написали большое письмо. И оно тоже там поповещено. Вот это дожилие. Что не знаете кто. Человек, страдавший за Господа. Ну и все. Дальше. Дальше. Они сразу заглухли. Они не любят, когда им сдачи дают. А приходится иногда выступить и сказать. Мы начинаем говорить. Говорить о нарушениях. А может быть без нарушений. Ну а как? Я говорю, что утром мы встаем в одном приеме. Обычно как человека спрашиваешь. Ну во сколько посовешь? По-разному. Ответ потом один. Это из Италии приехала. Тоже отвечает. Из Гренции. По-разному это означает. Нет времени встречи интимной с Богом. Мы интимные. Значит тайны. Мои таинственные. Не то, что сегодня откладывает там мерзость и всякие это. Человек не имеет времени. А у меня времени нет. Бывает что-то. У меня времени нет. Считай кощунственными эти слова. Никогда не говори. Нет времени. А как же ты сейчас обедал? Время нашел в туалет сходить. Слова то ты делаешь. Времени нет. Время. Для чего распределить. У тебя нет времени. Подумать. Для чего тебе время дано было. Вот. Как надо сказать. Время как раз достаточное. А что больше? Грушает ли тело? Ну. Тело то мы видим. Ну. Все таки понимает. Душа больше. А раз больше, значит и времени надо больше уделить. Ну. Такие самые простые, элементарные. Обо мне когда пишут, там статья тоже есть такая одна. Что самые сложные вопросы, значит так ставят, что любая бабка поймёт. А священники, они наоборот. Которые знают там свои слова. Амтологические. Какие-то разные. Напускают. А больше ничего и не знают. Вот такое вот. Лучится в семинарии. Закончил её. Брат у него священника. И он мне пишет. Вот. Что мне делать? В академию поступать? Или идти в священнику? Я говорю, конечно, в академию. А почему? Потому что на четыре года позже ты будешь портить с тобой. Пока вы сейчас это не исчезли. Другой цели ты никакой нет. Слово сказать. У него биография такая. Парень крутой. Но ещё в ресторане были они где-то. И кто-то что-то задел. У него там была девушка. Били. И он там ударил одну мужчину сругал. А тут по малийце это вызвали. Он где-то между сахарами спрятался. И его не нашли. Будущий священник. И спрашивает. Будь священником. Ну я в обеде любого ему так отвечаю. И правда послушался. В академию. В четыре года позже будешь портить. Хорщину его распускать. Если бы мы верили в Бога по-настоящему, то просто будем его. Встаем в одно время. А почему не в пять? Почему не в шесть? Почему не в четыре? А в четыре сорок? Не знаю. Мне Бог не ответил. Я других спрашивал. Или нет. Я встречаю раз, другой. У мать Терезы. У них тысячи, сотни тысяч последователей. В Индии она там. И она в четыре сорок. А почему? Для объяснения нет. Это внутренне. Что-то за этой цифрой кроется, но мне не открыто. Четыре сорок. Ну, это как я. Ну, привык. Пять там, три. Подъем, семь. В армии там. Шесть. В тюрьме. Везде счет. Но с минутами нет нигде. Нигде. Я не могу объяснить. Мне положено сердце. Я белоколустат. А дети попозже. Попозже. Пять встают. И прочее. Я знакомый кое с чем. Как узнать человека. А вот вы, как вы были у нас сейчас, у вас должны быть поручители. А какие у вас поручители? Вы здесь ночника ночевали. На меня ложится все. Мы будем голосовать здесь. У нас из двух общих будут представители. И будем показывать. То есть священнику давать отчет. А это рекомендательный характер. Крестить, не крестить. Он единой еще самовластно принимает. Мы все сейчас подали, что человеку не крестить. А он может крестить. А почему? Ну можно и не объяснять. Потому что у него полномочия не у нас. Ну а было такое? Пока не было ни разу. Пока не было. Вот она здесь студентка. Учится. Приехала сюда. И она у матушки там работает. Послушает. Ну раз она работает. Матушка-батюшка тут рядом. Мы проголосовали. Сколько? Десять человек. И ее не допустить. Ну еще. Она разобиделась. Расплакалась. Ну и конечно. Матюшке. Матюшка, наверное, батюшке сказала. Я не знаю, как было бы. Матюшка говорит. А почему вы ее зазираете? Положено так на сердце. Мы видим отношения. Так вы напишите подробно. Только чтоб тебя там не было. Я их тогда всех распустил. По степи. Ты иди туда. Ты туда. Туда. Вы не встречаетесь самостоятельно. Без моего влияния. Дали ответ. И все дали ответ такой, какой я говорю. Такой их настрой. Ну это моя задача. Людей направить на истинный путь. И она до следующего года. В следующий год принимать крещение. Она говорит, как хорошо, чтобы меня не допустили. Теперь все стало на место. А потом дальше ее какая жизнь покажет еще хуже. Поможем на сердце. Мы молились. Мы просто к Богу простирали руки. Как я могу поручиться за нее? А у нее больше поручителей нет. Он крестится, поручатель за нее. Какая она? Где у нее язык? И где ее дела? Как звать-то? Екатерина. А? Екатерина? Екатерина. 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 Еще поминать одну Екатерину. У нас уже несколько. Вот. Вы слышали? За тебя получился человек. У-у-у-у. Написано не думать. Получителю библиевой. Не поручайся. А здесь необходимо. В дополненном плане. И поэтому приезжают. Вот его я уже узнаю. Если коснулось бы где-то. Был здесь. Мы работали вместе. А здесь никак. Приехали. Тут еще, говорит. Конечно, на бутюшку стою. Приехал один. Еще не показать это. Один. Значит. Прусы. Ни верхони. Ни бороду. Ни обе властинки не постригать. Запомните. Не постригать. Готовы к этому? Так уж. Вот никак. Не надо. Я уж не говорю. Святые все есть. Даже основатели материалистического мужчины. Посмотрите. Придрих Энгель сидит. Какая же. У него чуть-чуть. Эка видно там. Где рот. Не пострижены. Не усы ничего. Немец. Материалист. Хотя у него там ампуи все прекрасные есть. Какие такие. Там и Карл Макс. Тоже аккуратно. По милишим. Я все делаю. За ним следом ее ставим. Только усы. А за ним идет хрущевок. И на голове уже волос. И так в таком же порядке идут. Вот если я заметил. Когда стал говорить. И людям интересно. Я говорю. Да. Именно так. Вся тенденция. Вся тенденция. Ну я не могу добавлять слова. Люди. Ты уже проши перед нами. Мы можем смотреть. Сейчас допустим. Мы уши. Я делаю еще. 12 надписей из Библии. Постарайся запомнить. Сколько можешь. Откуда написано. Слово. Из Библии. Из Библии. 12 раз. Сейчас. Библия на стенах. И вот такого повещения. Чтобы вот так вот все было. У православных. Я думаю. Вы не скоро найдете. Тем более. Распятие. Иконы. И такие надписи. Вот. Фоль пустое. Мы не выдумываем. И в храме у нас между иконами надписи. До этого был епископ. Дмитриев. Максим. Он не обратил внимание. А вот этого прислата был еще епископ. Светлый. Иванник. Ну сразу. Вот это. Господь говорит. Ты оставил меня. И я покину тебя. Бог объявляет войну. Я устал миловать. Я погублю тебя. А где это написано? Видимо солнце попадало. Выцвело где-то. 15-6. Бог говорит. Устал миловать. Бог не устает. Устал миловать. Устал миловать. Это понятно. Называется антропомархизм. Ощеловечение Бога. Чтобы понятнее было. Устал миловать. И у нас везде надписи. Иконы. Выдержка из Библии. И таких храмов много ли ты найдешь? А тут еще нет. На аналое лежит Амоник Иванович. У нас лежит Библия. Спецзаказ сделанный. Соплино. Видимо батюшка делал. Закованный. В двухколеческом. Он делал с изображениями. Библия. На русском языке. Можно открыть. Посчитать. Прямо на аналое. То есть. Вот эти вот небольшие такие. Как бы разночтения сказать. Или особенности. А они направлены к проповеди. Чтобы люди знали Христа. Вот. Отца Владимира Ивановина. Вот. Интересует именно община. Вот. Выступает много. Окащев. Там Смирнов. Возьмем. Таких. Которые. Олег Стеняев. Приезжал. Здесь был. Олег Стеняев. Общины. Его нету. Почему отца Владимира так это удивляет? Его нету. Заболел. Ноги. А я писал. В причинах болезней ноги. У меня средства. Учили из Вячеслава. И я думаю. Если они это просчитали. Я думаю так. У меня подтверждения нету. И это тоже повлияло. На то, что так и не вышли на меня на разговор. Говорили, что позвонят. Не позвонили. Учили. Я говорил. Сказать, что меня не уходили. А сразу говорили. Ну поднимали. Подняла трубу. Он сразу говорил. Я такой. Вчера один звонит. Игнатий Тихонович. Добрый день. Это любой может сказать. Я не знаю кто. У меня хулиган. Ужас. Когда они отвечают. Они сейчас материться. Там пятиэтажные на матерях будут. Я не отвечаю. Они думают, что они с вами будут. Думаю. Раз, два, три. А второму за двух. Не дать знать. Одному я дала знать. Он меня полгода вложил. Но приходится тогда заблокировать. А телефон не заблокирует. Всего десять человек. А теперь их надо стирать. И вот я не отвечаю. Он говорит. Туал не работает. Я слышу. Прошло минуты дня. Я звонил. Но тут видимо дошло до него. Я Иван и Аполлин. А это сын священника. Он был в лагере у нас. Хороший такой он был. Мальчишка. Сейчас уже лет двадцать шесть. Наверное. Я хочу приехать в воскресенье. Фамилия Де Буха. Владимир Владимирович был такой. Сделался обступником. Злодеев-злодеев. Там из меня уже не всякую бежность делали. Не напугали. То есть совесть полностью сожженная. Это человек, который, можно сказать, по всей радости похудел Духа Святого. И он говорит. Я приеду с ним. Мои едва родных братья. Он говорит. С Костей. Ну и хорошо его переживает. Я маленькие такие примеры говорю. Что. А другой. Он не может дальше им еще сказать. Я его все заблокировал. Он тоже берет телефон. Жены с него сбору. Или ей скажет. Ты позвони. Я не могу сказать. Скажи кто ты. Нет. Вот даже на этом деле. Мне пришлось за год только заплатить. Около десяти тысяч человек. Тысяч. Это тоже рекорд. Я думаю. Не просто так. Составляет отдельно оболики. Там вот Александр. Всякие. Оболики по общей сложности где-то насчитываются. Не говорят. И смотрят. Тут около 220. Но они никакого линии играть. Я встал. Я ем. Живуток работает. Нормально. А у них-то ничего нет. Они как ли автостольные. Вокруг мои колокольни. Бегают. Лают. Мощатся. Они не лениться. Колокольню стоит. Мы идем вперед. А у них ничего нет. Они показывают нищету духа. Овердение и гниение. Они еще не смотрят. У тебя перечискивают. Те рабочие. Вас ничем не обидели. Он не кидаешься смертельно. Во-вторых. Возраст. Это тоже ограничитель. Как моего богатства. Наши знания. То есть они никакие. Удерживающие. Были вот здесь. Их ничто не удерживает. Я им никогда не отвечаю. Просто их нет. Я сразу включаю им молитвы. Начинаю о нем молиться. Проходит время. Они постепенно затухают. И говорят. Открой господь. Много писал мне Максим Крутенко. По хорошему. И он три дня назад пишет. Игнать Тихонович. У тебя на ваши ресурсы. Я принял решение. Я не знаю даже кто. Принимаю православие. Остались такие еще вопросы. Чтобы вот так. Ну вам не в ущерб. Я буду ссылаться на Вячеславов. Потому что мне истинно перепислились. Чтобы приехал с отцом. С женой было. А с отцом не было. Первый раз. И это очень располагает. Женой приехал. А она не приняла крещение. Баптисты. Вот я думаю. Екатерина крещение принимать думает. Видите. Это тоже. Вот. У меня в коллективе. Которые работают. Для ресурсов. У него вот такое было. Садили вопросами. Как свободно нет. И его могут открывать все больше и больше. Особенно сейчас для разбора ответов. Это тоже не найдешь. Вступает. Патриарх Алексей Второй. Ему вопросы корреспонденты задают там. И отвечают. Я беру их. И ответ полностью печатаю. А потом ответ показывает, что не вера. Не вера. Больше десяти процентов ядер. А тогда был митрополит. Смоленский Камбинградский Кирилл. Теперь патриарх. У него точно так же. Каз был оптом. Он настоятель. На Ленинских горах. МГУ. Там храм Татьяны. И у него такой же. И старообрядческий митрополит Адриан. И у него такой же. Так же сам рассматриваю. То есть ошибка людей в том, что они то ли воображают. И они знают, с чем они движутся. А отвечают, не смиряясь с Писанием. Например, сами с кого вы. Люди пришли не к тебе. Вы приехали не ко мне. Вы хотите узнать волю Божию. Я где, если что-то могу, посодействую и что-то отвечу. Вот так. Фотография недавно появилась. Олег Стеняев. Кто его не ставил. В воинской счастье, где он был. Ему там бочок поднесли воды. И солдат стоит. Да нет. Это все в форме. И он вот так вот вадошь берет и губит. А говорит всегда правильно. Там мир упоминает. Все. Близцемерно. Что мешает покрестить? Это не просто так. Этим самым они показывают. Они жуткие обманщики во все. Если разводят. Одна причина. Они их сделали 11 или 12 уже. По которым можно разводиться. Они их разводят. Ну кто-то там высказывает. То есть уходят вот так. Включают его. Развещать надо обратно идти. Если свечи зажигают, то тут надо тушить свечи. Вот уже смеются. Комедия. Они устроили дом терпимости из церкви. Прости господи. Но это так. Все. Он написал только. Я говорю, а какая причина, что ты разбился один? Ну у нас взгляды разные. Взгляды. Ну взгляды, если написание одинаковое, то написание разводить. Что Бог сосчитал. Если по-разному тоже изменить нельзя. Отчина развещивания не существует. Вообще его нету. И в любом вопросе. Люди пришли не ко мне. Поэтому отца Владимира это за дело. Вот он выступает. Если бы был здесь, я бы Гошин сказал. Но его нету. У меня есть что сказать. Какое получается? У него сколько? Я не знаю сколько. Но допустим у него вроде как 3720. Примерно. Ну бывает там в районе где-то. 1720. Из них 95 примерно процентов. Комментарии отключены. То есть он говорит. А возразить нельзя. А одобрить нельзя. Нет. Я кое-как нашел где можно и туда скинул свои данные. На 1800 допустим. У меня 15900 роликов. Столько нету вообще в интернете. Никто не знает. Чтобы его частные были. Личные. Мы все потому что снимаем. Показать с чего начинать. Как строить. Как вставать. Люди же не знают. Задают вопросы. И ни на один ролик нет отключения. На один. Временно отключал. Временно. Не знаю. На месяц. Там шершней мы выжигаем. Там поднялся. Такой бог. Такие матерни. Для меня показалось. Ну что убрать. Я закрыл его. А погружу. А цифра-то. Посещаемость. Это увеличивается. Я тогда говорю. Я сам-то не делаю ничего. У меня хорошие помощники. А я всему этому учился. Там набрал книги. Все делаю. Фотошопер работаю. Пейшмерки работаю. Верстаю сам. И пришли ко мне на дом. Гус женой. И говорят. Вы делаете неправильно. А что неправильно? Я приму. Почему вы сами все делаете? Я программист. Почему же мне не доверяют? Я не доверяю. Вот так. Вас не будет. Кто будет вести дальше? Так вы еще беретесь. И конечно. Я вас ждал. Все. Сегодняшний день я не касаюсь. Я бегом все книжки свои собрал. Положил. А у меня там схемы были где искать. Все. Абсолютно сам делал уже. Ну. Это не просто так. Я же не специалист. Но. Вот. Пришли люди. Теперь. Я говорю. Я этим немного выехал времени. Кроме этого я их привлекаю. И вот Вячеслав Сергеевич. Вот. Помощник. И большой помощник. Вячеслав Сергеевич. Я чуть-чуть. Как ему. Так. С одной. Туда нажать. Туда нажать. Туда. Убрать. Подвинулось место. Вот. Туда. Ну. Я не знаю насколько достоверно. Но в одну минуту это не сделать. Ни одна техника не проверяет. Которая у нас в обиходе. Может быть военная та и быстрее. Но. Дело не в этом. Что. Мы делать Божие делаем. И Господь. По сегодняшний день хранит. Вот. Есть такой Антоний Люблевич. Там уходит. Эти. Шамане. Песни там. Все они. Полушаманы. Или кто. Он совершенно ничего не понимает. Там мушится на священника. Мессионист там отделен. Батюшка наш безблагодатный. Вот. То другое. То есть. Он что-то прочитал. Ну ладно. Ты сказал. Батюшка безблагодатный. Еретик. Кто. Так. Ты отвечай за свои слова. Теперь бумагу. Распишись. У тебя печати нету. Ну. Отпечаток пальца дай. И это мы потом передадим к стену. Разберем твое подъемление. Вот приезжает митрополит. Он у нас служит. Он служит с еретиками. По твоему. А каноны тут уже все на него обрушиваются. Все. И вот сразу под запрет. И извержение сана. Так он приезжает не один. До этого был епископ приезжал. Приезжает со священниками. С семинаристами. И подумал. Ты понимаешь куда ты залез? Он ничего не знает. Не встречается. Но одна беседа маленькая была. Он начал хамить. И чтобы только я не выставлял. Я держал. У меня ролика нет этого. Они его украли. А теперь его там разно обрезают. Выставляют. Ну как дуя. Девять бесед было. Прекрасные беседы. А его там пообещали. Что-то вперед выделить. И он поднялся. Они бешеные. Сумасшедшие. Безбожники. Одержимые. Такие мерзости. Людям говорит. А собирался приехать. То есть подлость. Это не то что. По-человечески просто это недопустимо. Но были говорили. Записи сделаны. С твоего согласия. Девять роликов. Валентина Сортисон в Германии. Только поставил. Вот он же день сломал. Ночью. Залез и все это. И он сразу начинает жаловаться. Там куда-то меня блокировалось. Как раз в контактах. А когда дружба-то завязалась. Ну давай писать. Что это я делал. То другое. Они абсолютно бессовестные. И поэтому болеет сам у него. С мозгом не ладно. Болеет жена. Болеет дети. Они все больные. А почему? Нет ограждения. Нет искренних молитв за них. Большая разница между нами. Бодрости большая. В отношениях он. Ну и сидит все. А я с утра до вечера на работе. Там шкуринь. Там лес пилим. Тут мы разную работу. Парю никак. Большой мешок растерили. Я на боку. Грядки эти парю. Ползу. И с утра до вечера. А у них нет этого. И поэтому у них кровообращения нормального нету. Они больные. Я попутно говорю. А я молюсь о нем. Сегодня молимся. Прости его. Господь. Он не знает что творит. И поэтому. Если он от этого сказал. И опровержения нет. Это означает. Бог отвернулся. Если он узнал. Лучшее доказательство. Приезжает архиерей. И он меня причащает. Сам архиерей. Что тебе надо? А ему какие есть замечания. Какую народную линию попросили характеристику обо мне. Он дал такую. Что вообще. Ни канонических. Ни догматических нарушений. Не обнаружено. И поэтому. Вот. Когда вы будете разговаривать с человеком. Который нападает. Ему вопрос прямо поставить. Данные какие. А почему их так задевают. Потому что мы говорим о безумии. Безумии. Которое творится. В патриархии. Нет крещения. На исповеди. Тайны нет. Подряд стоят. Люди. Прищищение. Подряд всех. Эпитимьянер работает. Венчание. При живых женах. 2-3. То есть. Все сердца нарушены. Это уже инициатива. Оглашенные зрители не выполнить. А кто оглашенного не знает. Человек с блуда пришел. Мне пишут. Мы с товарищем пили. Гуляли. Гуляли. Блудили. Ну пошли на исповедование. Священник нас исповедовал. 40 покровных дал. Мы причастились тут же. Опять пили. Опять пили. Курили. Блудили. И опять исповедовали. Ну это вертеп разбойников. Никакая не церковь. Это невеста Христова. Нет. Пятная порока. Он и очистил осветил. Это не церковь. То есть. Господь не запрещает. Не отрывает. Нам члены какие. Чтобы не делали греха. Нет. Но какое отношение к церкви. Никакого. Ты можешь разводиться. Там. За пределами корабля. А на корабле там и нет. Вот. Поэтому если у вас какие-то есть недоумения. Вопросы. По отношению. Вы прямо все задавайте. Нигде за кармане или за спиной не держите. Я вам сразу отвечу. Понятно? Вот так. И вот когда начинают называть людей. И мы начали с этого говорить. То. Кто по прихоти все делает. Вот она сейчас. Девушка была здесь. Я нахома. Ну видите такое имя. Она по калибарю. Я нахо. Напарку. А другие. Ну и хорошо. Лучше не ходить там. а первая вторая левая в настоящее время старший сын сейчас университет закончил а вторая левая учиться еще уже от 18 лет где ты найдешь сегодня у нас мэр города разбился на машине Владимир Николаевич тут же его заместителя поставили Владимир Николаевич я сотрудничал в тюрьме начальник Владимир Николаевич я иду в городскую администрацию краевую Владимир Николаевич земельный отдел что Владимир Владимирович Путин это говорит о том что не верующий не по календарю Владимир это еще Владимирович во имя Владимира вообще называть потому что Владимир это язычник а вообще с язычника как называть когда он принял христианство его крестили Василий а во имя Василия это другого Борис и Греб нет таких имен есть Роман и Давид даже вот это вот и доказывать еще не надо Борис и Греб они языческие дети были язычники жили жертвы приносили и вдруг принимает крещение им дает имя Романа Давид начинает а вот вы Александр Левского я не посчитаю я его знать не знаю а зачем он нужен он принял силу Алексей вот этого я знаю а тот который кровь проливал зачем он меняет имя имя это перемена он переменил образ жизни он другой теперь даже это и то у нас не объясняет народу Владимир Владимирович Владимир Владимирович Владимир Владимирович язычество такое оно и придет со всех сторон один раз услышал мы имеем ввиду вот у нас здесь татарь приезжал ну так еще и помню крестился имя Езвы такого праведника ветхий заветский зал единственный за которым ни одного худого дела нет Давида там убил отнял жену будущего верующего а этот нет и что он сделал его нету списков и все а почему не знаю я знаю только что канонизацию делают монахи значит надо теперь разбирать монашество почему кому это полезно вывести а почему он собрал книги ветхого завета а ветхий завет одно крыло птицы наше новое завет создает библию поэтому тут понятно чётко определённо и ясно в писании говорит крименизация вообще это христианское дело написано первое корейство 4-5 не следите никак прежде время доходы не придёт господь не следует покрыть это похвала будет каждому вот и всё не канонизация не анафильмы анафильма да и есть отлучение отца Владимира сняли сам нет такого снятия сам нет во священии было остается только теперь он не может не предоставлять ни литургии совершать ничего нет человек допустим военный ну его экс-черпион или экс-президент он президент и так за ним слово президент остается только экс теперь или проще ну да он президент слово президент остается за ним бывшие священия вот а теперь когда священники где-то собираются он среди них может быть так вверх его арея его никто не отгущал даже здесь это все искаженное надо быть очень внимательным не переходить границу которую Бог положил надеюсь что какого-то извержение это что это извержение что это извержение что такое извержение надо их и спрашивать из должности из этой поставки его убраны все это его убрали допустим Салтыков щедрил писатель а он был губернатор много ли таких писателей которые были губернаторами просто присутствует при царе маленькая маленькая должность у Кушкина была специально дали чтобы он на балу там приходить губернатор и как-то смотри какой губернатор губернатор а пишет рассказы сатирические губернатор один приводили пискарщего стоя один уже генерал покормил нужно ли это знать не обязательно если я знаю что не помешает у тебя все должно сходиться к одному простому для него не потому что я знаю не охота уколоть вот она не такая то другое нет в этом любовь а когда человек все равно это означает безразличие из-за этого он ответил перед Богом здесь роковой стих из Идикиля 3.18 если ты видел брата согрешающего он видел и промолчал а он то этого может и не знает и он во грехе и он погибнет но его кровь я взыщу с твоей головы а если ты ему говорил а он так и остался в своем не принял он погибнет кровь его на нем а ты спас свою душу все определенно я не могу быть безразличным меня побуждает ревность и спасение моей души я должен сказать у меня есть что сказать вот он сейчас скажет а мне что-нибудь иметь если он скажет где-то отдельно я вот сейчас попрошу оторвать и отдельно ему ролики создам мне есть что сказать я не знаю в первом я сказать обязательно скажу но сегодня пятница уезжает он думает воскресенье так сегодня сказать ему или маленько ему аппетит попортить когда он скажет как он скажет сегодня воскресенье а сейчас как говорить все должно с вами сейчас сейчас я сейчас позвать кто там есть отключат пускай я тебе я тебе могу рассказывать кто там у нас есть кто там у нас есть Владимир Володя Володя не за ним смотри вот знай где она подожди так там сам нажми он и не нужен Володя отключи которая с торца прям большая кнопка да не не